В Шостом Гомельском автобусном парке этот день от инших принципов ничем не отрознивается. Невеликая частка машин находится на профилактическом ремонте. Большаясь автобусов на маршрутах у администрации кажут, что некие спречные моменты, относенных с пассажирами, безумно возникают. Але и водители, и кондукторы повинны вырешать их максимально тактично. Причем самая великая увага надается без специй руху, особливо у зимового периода. Дополнительно перед зимой мы проводим осенне-зимние инструктажи с водителями по работе. То есть соблюдение скоростных режимов, соблюдение обстановки на дороге. То есть принимать какие-то экстренные меры водитель должен. Самые великие по протяглости автобусные маршруты у Гомеля номер 17, 18 и 20 на проходжение приклада 25 километров отводится маль 140 хвилин. Некоторые гомельчане саправды проводят в громадском транспорте значенную частку своего життя. А тому пытание комфорту не на опошнем месте, да и относенные до их сбоку кондукторов и водителям так само мают значение. До речи, для минимизации количеств конфликтных ситуаций на всех городских автобусах зараз выкористовываются видеорегистраторы, а частка машин до того же отцелеванной системы видеоназирания за салоном. Только 6-й гомельский автопарк, что год перевозит коля 7 миллионов пассажиров. Для пора унания 25 годов тому, коли предприемство створалося, эта лечба была в 20 разов меньше. Не олядя членозначный рост колькости приватных авто, громадский транспорт в раннейшем застается вельми запотребованным. У целом, по акционерным товариствам «Гомель Абл Аутотранс» эта лечба яща больше. Только за минулый год тут перевезено свыше 190 миллионов человек. Проводимый предприемством «Адин и день пассажира» это яща одна махчимость выслухать заваги жахаров региона и у вынеку необходимости принять адекватные меры реагования. Глядя члено то, что початок промой телефонной линии был запланованный на 14-1, первые звонки у «Гомель Абл Аутотранс» почали примать практически самые ранницы. Некто скаржится на незручные маршруты, приходится рабить по некаке пересадок, а это додатковые затраты часу и сродков, некого не задавляя местознаходжения припынков громадского транспорта. Сярод агученных проблем так само, недохоп месту у автобусах у так званый годинный пик, не застаются поза увагой и новоувядения на контобовязковой оплаты багажа. Условия касаемых перевозки ручной клади, эта тема есть, она пока существует. Люди, кроме того, обращаются, уточняют какие-то нюансы по расписанию движения, потому что все-таки движение расписания есть, оно меняется, опять же, по просьбам самих же людей. Вопрос остается в обновлении подвижного состава, потому что он у нас, понятное дело, стареет, а в последние годы есть проблема с обновлением. Действительно, эта проблема есть. Поэтому мы над этой темой работаем. И вот я уже говорил, в прошлом году купили средние вместимости за счет собственных ресурсов 10 машин, 10 автобусов. Практика проведения 1 дня пассажира протягнется каждую другую сираду месяца с 14 до 17 годин в уголовном офисе и в усих филиалах предприемства будут проводиться гарачи телефонные линии, а так само особистый прием грамотян. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».